На пятый этаж поднимаешься, и как пенсионер идешь легкий, сейчас не работает. Дмитрий Шипулин в прошлом курильщик со стажем, но полгода назад он решил отказаться от табака, так как в последнее время эта вредная привычка стала бить по карманам. Клево себя чувствую, легко, здорово. И сейчас курить вообще не модно. Нигде не покуришь, ходишь, штрафуют. Сейчас тяжело куда-то ходить, прятаться, как девушка. Это раньше идешь, куришь, было клево, не знаю, модно, все курили. А сейчас я не вижу людей, чтобы курить. Сейчас все меньше и меньше людей курить. С принятием антитабачного закона курить в общественных местах казанцы не перестали. За это с начала года оштрафовано более 2,5 тысяч человек. Вы знаете, что в общественных местах курить нельзя? А где место для курения? Я понимаю, но где мне курить? За теми, кто курит там, где нельзя, сотрудники полиции следят ежедневно. За прошлый год было составлено более 11 тысяч протоколов. Из числа составленных в текущем году протоколов 2600 были рассмотрены должностными лицами полиции. И по ним наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Из них свыше половины 704 тысячи уже взысканно в доход государства. Специалисты Роспотребнадзора сегодня заявили, что антитабачный закон нарушает не только горожане, но и предприниматели, продавая табак в открытую. В первом квартале 2015 года нами уже проверено 120 объектов. И вот динамика небольшая есть. В первом квартале этого года только в четверти случаев мы обнаружили нарушение. 31 субъект привлечен к ответственности на сумму 153 тысячи рублей. Если раньше рекламу табачных изделий можно было увидеть на каждом шагу, то с 1 июня 2013 года запретили продвижение и рекламу подобного товара. И как мы видим, даже в магазинах прекратили открытую выкладку подобных изделий. Сигареты здесь продают строго по паспорту. Всех желающих бросить курить, готовы избавить от вредной привычки, бесплатное лечение проводят во всех наркологических диспансерах республики. Андрей Трофимов, Айгуль Незамуддинова, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.